Если мы заговорили о Советском Союзе, это вот тоже очень интересный вопрос, по-моему. Есть ли разница между русским и советским? Потому что я хочу высказать одну очень дорогую мне мысль. О том, что если мы вспомним период сразу после революции, то это была борьба нового советского, коммунистического против русского. Русская культура традиционная была врагом новой советской власти, но потом всё изменилось. И сегодня очень часто мы видим, что советское понимают как настоящее русское, да? Советская идентичность заменила русскую, по-моему. Тут очень интересный вопрос. Конечно, нужно разделять эти два понятия. Есть огромное... Вместе со женительным, да, и со мной. Конечно, есть разница. И само понятие советское со временем менялось. Если говорить о культуре и говорить о душе, то это понятие тоже изменилось. И, конечно, не в лучшую сторону. Потому что для русского человека было характерно такое понятие, самое важное, это честь. Это слово, даже слово честь, исчезло. Мы помним, последних настоящих русских, белая армия, всё потеряно, кроме чести. Кроме чести. Это слово в советское время ушло. Оно почему-то стало неважным. Оно стало предрассудком. Предрассудком. Вот это первое, что мы потеряли в советское время. Второй момент. Всем известно... Я сейчас, наверное, о самых главных. Всем известно, когда говорят о русских, говорят о пьянстве. Так? Русское пьянство. Это не душа, это характерно для русских. Таких моментов, как пьянство, я могу сказать много. Неприветливое лицо. Все говорят о том, что русские не улыбаются. Известный такой факт. Русские не улыбаются. Русские очень хмурые. Потому что это тоже показатель, я бы сказала, советского времени. Это очень просто проверить. Нужно провести исследование в Корее. На севере и на юге. И если мы увидим, что южные корейцы улыбаются больше, чем северные, А я думаю, что это правда. Это реабилитирует русских. Это покажет, что это неприветливое лицо, результат социально-экономической системы. Социализма, коммунизма, диктатуры. Да? Думаю, да. Потому что у нас есть, к сожалению для жителей Северной Кореи, но у нас есть одна страна, в которой существуют две системы, разные. Если мы увидим, что в одной культуре, в одной традиционной культуре, есть сегодня разница между количеством улыбок у людей, мы будем знать, что причина этой разницы в социально-экономической системе, а не в национальном характере или душе. Но самое главное, когда мы говорим о разнице русская душа, советская душа, мы должны сказать о том, что советской души не было априори. Конечно. Потому что советская, это значит антирелигиозная, это значит нет Бога, нет веры и нет души. Да, точно. Но, как видите, очень интересная дискуссия, очень большой и серьезный вопрос. Мы можем продолжить эту дискуссию в следующий раз, но в конце я хотел бы спросить Нину, что она рекомендует посмотреть или прочитать человеку, который хочет понять этих странных русских? Ну, прежде всего, прежде всего, это братья Карамазовы и Достоевского. Согласен. Конечно, этот список можно продолжать бесконечно. Можно говорить, я бы сказала, конечно, посмотреть и почитать Собачье сердце Булгакова. Еще раз. Сто процентов. В этом мы все согласны. Конечно, почитать братьев Стругацких. Там есть очень много интересных вещей. Конечно, посмотреть из современного фильма «Брат» и, возможно, сравнить его с «Москвой слезам не верит» и даже с... забыла. Ну, конечно. По Шолохову. Судьба человека. Судьба человека. Да. Судьба человека. Ну, конечно, «Москвас не сам не верит» – это московский фильм, а «Брат» – петербургский. Почитать и посмотреть Анну Каринину. Ага. Хорошо. Анну Каринину, чтобы познать и женский, и мужской, и любой сильный характер. Да, это правда. Женские характеры, они такие... Да, они такие сложные. Да. Их можно увидеть у Чехова. Я обожаю Чехова. Я думаю, все обожают Чехова. Я не обожаю Чехова. Сколько я работаю со студентами, все любят Чехова, и никто не мог так описать женщину, как Чехов. Если вы хотите понять и полюбить русскую женщину, почитайте Чехова. Но это вопрос не только о русской душе. Я уже понимаю и люблю, поэтому я не обожаю Чехова. Мне не нужно так много его читать. Вы знаете, чтобы понять и увидеть, возможно, негатив и позитивные качества характера, я бы хотела сравнить с братьями Карамазовыми Калину Красную Шукшина. Да. Посмотрите этот фильм. Это вещь. Я думаю, что вы почувствуете нас немного. Из современной литературы, наверное, Довлатова. Конечно. Возьмите чемодану... И еще раз. Возьмите чемодан. Чемодан – это рассказ Довлатова. И компромисс. И компромисс. Да. Стас. Мы понимаем друг друга. Да. И это поможет вам, наверное, понять нас. Обо все мы следуем в следующий раз, да? Да. Спасибо. До новых встреч. Пишите. Предлагайте темы. Пока.